Здравствуйте дорогие друзья, это канал Все о Кроссовках. Представляем вашему вниманию Converse Bozy MC. Это кроссовки или кеды, как вам больше нравится, позиционируются как туристические с водоотталкивающими свойствами. В некоторых источниках написано, что дизайн этой модели вообще навеян обувью для альпинизма, особенно если брать мощный резиновый наконечник на носке и промежуточные резиновые вставки между подошвой и заготовкой. Скорее всего так и есть, а как по мне, так это идеальная обувь для пинков с очень хорошей амортизацией. Как-то так. И как всегда, перед началом очень просим вас подписаться на наш канал и проявлять свою активность в комментариях, потому что нам очень важно получать от вас обратную связь. Итак, поехали. Заготовка пошита из очень плотной водоотталкивающей ткани, похожей на мешковину. На просвет можно не смотреть, там все равно ничего не видно, продуваемости практически нет. Подкладка в принципе изготовлена из такого же материала, возможно немного другой плотности, и по крайней мере на ощупь кажется, что это так. Язычок тут огромный, как и на всех высоких конверах, по центру удерживается при помощи шнуровки и двух мощных петель, которые переходят в не менее габаритную петлю для удобства надевания. Как по мне, петля в этом месте не очень практичная, мне больше по душе, когда она на тыльной стороне. Шнурки тут необычные, они очень толстые, как в туристических ботинках, мне очень нравится. Круто, что помимо стандартных металлических люверсов, тут используются канаты Flywire, хотя в официальных источниках об этой технологии умалчивает. Ну и ладно. Стелька без проблем вынимается, она тут очень крутая, выполняется из плотного поролона, с креплениями из угольной крошки и тканевым покрытием. На одном из сайтов я прочитал, что эта же технология используется при производстве промежуточной подошвы, но мне кажется, что это не так. Промежуточную подошву можно легко прощупать изнутри, она тут вообще другая, тактильно и визуально. Благодаря составу, из которого она отливается, кед имеет просто изумительную амортизацию. Вместе со стелькой они образуют изумительный дуэт, никогда не думая, что может быть так удобно ходить в кедах. Это просто прекрасно. Подошва тут резиновая, как было сказано ранее. Резиновая тут не только подметка, но и носок с промежуточной вставкой. Выглядит это очень внушительно и практично. Не знаю, как для походов, но для пинков эта обувь подходит прекрасно. По тракции толком ничего сказать не могу, потому что не удалось протестировать на различных типах поверхностей, в том числе на льду или на снегу, но на обычных покрытиях чувствуешь себя в них уверенно. Теперь о первом впечатлении. Эти кроссовки, ботинки, кеды произвели очень хорошее впечатление. Если бы я носил конверс, то обязательно их себе бы взял. По амортизации они изумительные, на ноге сидят хорошо. Немного большимерят, как и все конвера такого плана, но я бы брал свой стандартный размер. О, цена образования. Стоят они порядка 120 долларов, но в нашей стране их можно сейчас взять на скидках всего за 55 баксов примерно. Для такой обуви это вообще бесплатно. Кстати, бозик бывает еще и на гортексе, но, к сожалению, достать их для обзора нам не удалось. В принципе, все. Давайте смотреть, как они выглядят уже непосредственно на ноге. Субтитры сделал DimaTorzok Это был обзор Converse Bozy MC. Большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, не забывайте комментировать. Субтитры сделал DimaTorzok